Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, мне разобраться. Пишите вы. Сейчас у меня момент трезвости мышления, поэтому попытаюсь вкратце описать ситуацию. Раньше я любил и себя радовал, сказал, что дню жизнь была прекрасной. Позитивное мышление было счастью меня, а представить не могла, что может быть иначе, и зачем только люди себя так и злут. Ведь в их руках находится секрет их счастья. Что произошло, не могу понять. Но я утратил радость жизни, мягко говоря, я стал ненавидеть свою жизнь. Знаю, что это невероятно плохо. Мой негатив сказывается на работе и в отношениях с мужем. Я пытаюсь взять себя в руки, но только лишний раз убеждаюсь в своем ничтожестве. Хочу вернуть ту легкую жизнь, которая у меня была рано. Но поняла, что самостоятельно вытяну себя из тресины, в которую все... Не могу самостоятельно вытянуть себя из тресины, в которую все глубже и глубже погружаю. Пишусь надеждой, что еще не все потеряно. И я смогу себя радовать и близких к мне людей. Хотя я понимаю, что вряд ли мне что-то поможет. Ну, Маргарита, мне сложно увидеть, что у вас есть портворечия, да? То есть вроде бы вы говорите, что у меня есть надежда, что мне... Ну, что еще несколько потеряно. Вот, тут же вы пишете, что вряд ли мне что-то поможет. Из чего вы делаете такой вывод, ну, мягко говоря, не очень понятно. Вот, то есть из чего вы, ну, почему вы решили. А что это... что это так? Вот. Не очень ясно. Понимаете? Во-первых, вам бы нужно обратиться к врачу. Вот. Обратиться к врачу и проверить себя, так скажем, на наличие заболеваний. На наличие нарушений. Нарушения обмена веществ, нарушения каких-то процессов, которые, скорее всего, у вас имеются, я имею в виду, процессы. Вот. Короче говоря, для начала определить, является ли ваше состояние следствием именно психологических проблем или ваше состояние является результатом физиологических проблем. Это первое, на что вам необходимо обратить свое внимание. Следующее. У меня возникло такое ощущение, что как будто бы вы требуете от себя быть позитивным. И требовали от себя чуть ли не всегда быть позитивным, быть такой, что называется, всегда в ресурсе. Вот. Это, конечно, здорово, но далеко не всегда это возможно. Далеко не всегда это, мягко говоря, реально. Поэтому здесь стоит учитывать, что если вы от себя вот этого требовали, то, скорее всего, в этот момент вы не были, что называется, собой. То есть вы вот, ну, не имели возможности быть собой, не имели возможности быть естественной, не имели возможности быть настоящей, не имели возможности быть той, кто вы есть, не имели возможности быть той, с кем вы являетесь. Вот. Вполне вероятно, что вы даже, может быть, и не знаете даже, кем вы на самом деле являетесь, что вы сюда представляете, потому что вот, ну, позитивное, вот как вы говорите, да, и все эти мысли, оно, в общем-то, во многом связано с, так скажем, игнорированием определенных моментов человеческой жизни, вот. Вот, и далеко не всегда является конструктивным. Вот, то есть это вот такой, на мой взгляд, очень важный момент, на который вам хотелось бы обратить свое внимание. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы говорите, значит, что все было хорошо, говорите вы, все было замечательно, говорите вы. А потом, потом, что-то случилось, ну так очень важно понять, что, что случилось, очень важно увидеть, что произошло, но очень важно попытаться понять, каким образом вы пришли к тому состоянию, ну, к которому вы пришли как бы, да? Вот, очень важно это понять, сейчас не ясно, сейчас вы просто говорите о чем-то постфактум, не понимая сами, что с вами вообще произошло. Поэтому первое, что нужно сделать, это именно разобраться с хронологией событий, чтобы вы сами для себя увидели, что произошло, чтобы вы сами для себя понимали, как вот я вообще, ну, в этом состоянии оказался. Но мне кажется, мне кажется, что вы просто очень сильно пытались быть вот, что называется, ну, скажем так, да, ну, неестественной. Вы пытались быть, то есть, вы пытались не быть с собой, вот, как бы, то есть, понятно, что, наверняка, я не знаю, как обстоят дела, вот, но выглядит, выглядит вот, пока что именно таким образом. Вот, ну, и вы вот говорите, да, что, ну, хотите там, радовать себя и близких, проблемы опытные в отношениях с мужем и на работе, вот, так вы это все делать хотите для чего? для работы и мужа, или все же для себя, вот, это очень такой важный момент, потому что, если вы хотите это делать, вот, для, например, вашего мужа, да, вот, то вы должны сказать, что ничего хорошего вы из этого не выйдет, как или работать, потому что, ну, будете вы, вот, пытаться, опять же, не быть собой, вот. Это похоже на выгорание, вот, очень, такое вот, сильное выгорание, на мой взгляд, вот. Такой вот, здесь, 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 аспект, на который, вот, как мне кажется, нужно вам обратить свое внимание. Ну, по крайней мере, так мне кажется, сейчас, вот, с точки зрения, грубо говоря, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих ценностей и так далее, с точки зрения моего опыта, вот. И естественно, что сейчас, именно сейчас, разобраться с этим, ну, возможности, мне кажется, не представляется, потому что, потому что слишком мало информации вы о себе предоставили. То есть, вам бы, вот, побольше рассказать, да, побольше, вот, просто, пообщаться с психологом, чтобы, вот, иметь представление о том, что вообще происходит, ну, вот, с вами. Ну, вот, и так далее, но мне кажется, что вы боитесь, потому что вы понимаете, что придется вам образ жизни-то свой менять, ну, вот, а это как-то страшно, вот, и в итоге вы, мне кажется, несколько тормозите себя, вот, мне кажется, что несколько, вот. тормозите себя, вот, тормозите себя, вот, процесс, 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 ну, процесс корректирования, вот, и, соответственно, это является, ну, может являться, конечно, проблемой. Вот, по крайней мере, я так вот, в данном случае, думаю, вот, ну, естественно, это, в данном случае, только лишь мои догадки, их еще нужно подтвердить, подтвердить или опровергнуть. Вот, 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 как-то так. На этом, пожалуйста, принято ли все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, надеюсь, что это дало вам, или даст вам, пищу для размышлений, вот. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Долж Slash Субтитры направлены субтитры... Продолжение следует...